Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Когда я приезжаю в Южную Европу, мне всегда кажется, что здесь очень много курильщиков, что курят абсолютно все, особенно бросается в глаза обилие курящих женщин. И, наконец, я решила заглянуть в статистику и проверить, на самом деле здесь курят больше, чем в Северной Европе, или это я придираюсь. Да, я посмотрела статистику, я не ошиблась. Испания в лидерах по курению. Непонятно, как они умудряются прожить так долго. Напомню, что Испания является страной с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Здесь живут в среднем 83 года. Я посмотрела топ причин смерти в Испании. Ожидаемо рак легких оказался на втором месте. Примерно половина курильщиков умирает на 14 лет раньше среднего испанца. Когда 10 лет назад в Испании запретили курение в барах, курильщики были страшно возмущены, грозились бойкотировать бары и предрекали барам и ресторанам скорое разорение и закрытие заведений. Однако ресторанный бизнес не умер, выстоял, курильщикам пришлось ужаться. Теперь в Испании тоже у курильщиков потихонечку им там сокращают жизненное пространство. Пачка сигарет, правда, все равно по сравнению с Финляндией или Швейцарией стоит дешево. Краем глаза я видела, по-моему, около пяти евро. Это очень дешево. Я посмотрела статистику по Финляндии, данные 2020 года, и вот порядка 10-11 процентов мужчин и 9,5 процентов женщин старше 20 лет курят ежедневно. И количество курящих сократилось во всех возрастных группах. Например, в начале 2000-х годов в Финляндии курили почти 30 процентов мужчин и около 20 процентов женщин. В Финляндии проводилась программа агитации отказа от курения, также как и программа снижения веса, и эти программы дали свои плоды. Курильщиков и толстых стало меньше. В Финляндии поставили целью достичь отказа от курения и употребления никотиносодержащих продуктов к 2030 году. А сейчас пачка сигарет в Финляндии стоит больше 9 евро. Курильщиков вытеснили из общественных пространств, запретили курение на работе и курильщики толпятся в мороз возле офисов. Честное слово, я бы бросила курить лучше, чем идти под ледяным дождем курить, пусть даже и в хорошей компании. Я работала в одной фирме и там вели учет времени по магнитному брелоку. Зашел, отметился, вышел, отметился, на обед пошел, отметился, с обеда пришел, отметился. Списывали из рабочего времени на обед, даже если ты не вышел на обед и не отмечался, 30 минут рано списывали, хочешь не хочешь иди обедай. Ну и там распорядились отмечать перекуры, которые исключили из рабочего времени. Ой, какой вой поднялся, это ж у курильщиков полтора часа, приятного времяпровождения отнимают изверги. Один господин уперся рогом, я не буду отмечать перекур, не буду и все. Ему сделали одно предупреждение, второе, а потом уволили. А ведь я помню, когда курили в офисах и курили даже в самолетах, на чартерных рейсах, в конце салона собиралась веселая компания и весь полет там шла, пьянка-гулянка, дым стоял коромыслом. Кстати, китайские авиалинии там запретили курение на борту лишь в 2017 году. Сегодня в мире курит примерно каждый пятый взрослый, в 2000 году курил каждый третий. ВОЗ отмечает, что уровень потребления табачных изделий продолжает снижаться. И по сей день в мире насчитывается один миллиард двести пятьдесят тысяч взрослых курильщиков, не считая еще детей. Самый высокий показатель курильщиков это Юго-Восточная Азия. Там курит больше четверти населения. И на втором месте, кто бы мог подумать, Европа. Европа это регион, который представляет собой проблему. В некоторых странах либо растет количество курильщиков среди женщин, либо в целом оно сохраняется на очень высоком уровне. Медики говорят, что курение это самая вредная привычка и лучший способ для курильщика снизить риски, связанные с курением, это полностью отказаться от табака и никотина. Тем не менее ВОЗ говорит, что около миллиарда человек в мире по-прежнему будут продолжать курить в обозревом будущем. Если женщина изменит, я грустить недолго буду. Закурю я сигарету, и о ней я позабуду. В разных странах принимаются программы, направленные на снижение количества курильщиков. Например, в Британии планируют к 2030 году снизить количество курильщиков до 5%. А в Израиле создали национальный телефонный центр по отказу от курения при Министерстве здравоохранения Израиля. Там у них работают и специализированные консультанты, и ученые-медики. И программа разделена на два этапа. На первом этапе проводится подготовка к отказу от курения. Нужно же подготовиться к такому важному шагу. На втором этапе проводится поддержание от отказа от курения на протяжении длительного периода времени. У нас с ними работают и психологи, и физиологи, и кого только нет. Вся программа нацелена на отказ от курения. Во многих странах проводится просветительная программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения. И надеюсь, в конце концов, курильщики откажутся от этой пагубной привычки. На этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!